всем привет всем здравствуйте сегодня здесь я с вами Катя Мирошниченко и тема эфира у нас сегодня много всего это витражные краски в баночках я буду использовать текстон джемте клер soulful morning и еще летние декорации которые у нас прям совсем недавно появились продажи 5d то что 5d весна-лето мы еще не выпускали только сейчас они вышли и когда вот все я должна сейчас поместить на один ноготь вот я в инстаграм сейчас выходила прямые эфиры ну как всегда у меня слегонца переборщик вот поэтому девчонки но не это простительно ваш понимать я никогда не могу сделать мало мне нужно всего и побольше давайте посмотрим что у них получилось в инстаграм сделать так это два вот таких варианта я себе поставила задачу использовать определенные материалы и я работала в рамках только этих материалов вот это то что у нас получилось и мы с вами сейчас примерно то же самое повторить первое использование что хочется попробовать работать с витражными красками это использование текстона и джемте клера кто не в курсе джемте клер есть в наличии это новая формула есть 2 грамма есть 5 грамм но я рекомендую все-таки 5 грамм он даже это моя баночка смотрите все израсходовала что я постоянно делаю объем на декорациях мне постоянно какая-то фактура нужно в общем расходу джемте клер кто делает дизайн часто у вас он очень быстро убегает так ну и хотела напомнить вам о том что у нас есть витражные краски но по составу это гель-лак по составу это гель-лак и соответственно мы работать должны и меры предосторожности должны соблюдать такие как мы соблюдаем в работе с гель-лаками а что в гель-лаках очень важно гель-лаках очень важно чтобы у нас баночки были не открыты постоянно потому что если попадает лампа дневного освещения то идет полимеризация у всех гель-лаков это без исключения поэтому если это гель-лак но только в баночке соответственно мы выкладываем на палитру юля суша принесешь мне кипяток для слайдеров мы выкладываем на палитру и таким образом работаем так и что еще для фона для фона я решила работать со фуумоминг вот она моя красавица восхитительная красивая коробочка не менее восхитительные цвета вот отсюда я взяла два цвета тоже долго думала какие цвета взять и поняла что надо подстроиться под цвет слайдера слайдер у нас это nail cruise 5d 41 калибре и он такой зелененько-голубенький и поэтому я цвета взяла из soulful morning два оттенка это голубой и зелененький вот мы как раз этого и начнем потом я выложу витражи покажу вам значит градиент я делаю на быструю руку скорой такой так как практически дизайн перекроет весь градиент нет смысла тратить время на идеальный градиент в два слоя поэтому я предлагаю сделать градиент в один слой пишите как дела как настроение девочки сегодня у нас что вторник с вами мы встретимся в следующий раз пятницу я также как всегда веду эфиры по вторникам и пятницам стараюсь был мне тут отпуск небольшой две недельки меня не было вот сейчас я вернулась сейчас я кстати работаю в россии в основном я работаю сейчас дома кстати лайфхак ловите мне очень нравится вести эфиры дома хотя сегодня я работаю из офиса вот но мне можно уже знаете из дома работать когда ты проработал двадцать лет в офисе уже можно позволить себе оборудовать столик сейчас я себе буду кстати стол новый заказывать домой рабочий они я даже не буду стул представляете я что придумала мне нужно сделать новую библиотеку в зал я хочу встроить в библиотеку рабочую зону мне для эми представляете я думаю блин почему мне эта гениальная мысль раньше не пришла так что у меня теперь рабочее место будет в зале это будет такой секретер откидываться гигантский метра полтора такая крышка будет одна огромная вот библиотека будет превращаться в рабочее место для эмми круто вот в общем я полна вдохновения от того что я приняла такое решение это спасибо кипру где я провела целый год своей жизни вот что оказывается я могу прекрасно работать на удаленке и в офисе все хорошо и сотрудники хорошо работают и все отлично вот сегодня кстати в офисе работаю потому что у меня сегодня там куча съемки мне нужно кучу роликов снять вот сегодня поэтому я в кабинете в свое на девятом этаже так как я и говорила витражгем я выкладываю на палитру ни в коем случае не работаем с открытыми банками потому что вы должны понимать да это краска гелевая но она на основе гель-лака это по сути тот же гель-лак это гель-лак который у нас продавался в бутыльках гель-лак deep lake такой бирюзовый из которого как раз можно сделать классический зеленый добавишь добавив желтенький красненький витраж вообще витражи обожаю вот если я куда-то лечу я знаю что мне вести нужны эфиры эми я же не могу взять взять весь ассортимент гель-лаков хотя на кипр конечно я приперла очень много оттенков но в любом случае аж не всю палитру туда везла что я первое всегда беру первое я обязательно проверяю не забыла ли я взять витражи обязательно потому что витражи они и для фона идут если вдруг какого-то нет у меня цвета для фона они идут для росписи я все акварель жестовскую роспись делаю обязательно с применением витражей все подмалевки прорисовки все идут с использованием вот этих шести баночек достаточно всего лишь вот этих шести баночек плюс что я еще делаю какие-то спецэффекты да это когда втирки глиттеры текст он в общем все блестящая фольга что можно положить под витраж вот под витраж у нас есть очень классный курс онлайн дай бог памяти вообще вспомнить как он у меня называется вот мы же часто делаем распродажи в Эмми онлайн прям рекомендую но по-моему сейчас вообще недорого стоит там прям чисто символически цена у него называется во-первых витражи а витражный коктейль обязательно купите курс витражный коктейль и блин какой-то новогодний я записывала курс и я в этом новогоднем курсе использовала только фольгу глиттеры всевозможные декорации текстон и там вот только короче никакой росписи один витраж и всевозможная блестящая штучка так смотрите я девочкам в инстаграм кстати пообещала что на следующей неделе хочу сделать трафаретную акварель обязательно и дополнить все это лепкой и там как раз же будет акварель техника моя самая любимая которую я делаю только гель-лаками как раз витражи идут как основной материал для этой витражной росписи вот йоль слушай напиши моей помощницы а нет помощницы а ире см что на следующей неделе мне нужно поставить трафаретный акварель витражами обязательно обязательно так что дальше так как я предполагаю работу текстоном да ну у кого нет текстона можно заменить серебряной втиркой вот ну я люблю наш текстон сейчас конечно все многие в основном втирки покупают вот у нас в ассортименте этих втирок нет потому что мы из ассортимента все пыли пигменты сейчас потихоньку убираем остаются скорее всего только пигменты такие самые необходимые типа неоновых пигментов в общем текстон можно заменить втиркой серебряной вот ну я по привычке все равно работаю текстоном обожаю считаю что это проще это удобней и все равно вот глид эти пигменты серебряные они дают один в один эффект а вот все равно эффекта блин другой другой все равно эффект от втирки чем наш текстон кто согласен с этим давайте здравствуйте скажите пожалуйста можно сделать прям черным тюльпанами отпечатать серебряную фольгу вместо втирки можно но торцы боковые стороны все равно частично останутся черным в этом случае лучше взять не черный тюльпан а где черный тюльпан к нему добавить очень беленько ничего не добавишь кстати альпийский снег если добавить уже не то будет так сейчас мы делаем рисуночек можно это сделать но должна понять что торцы будут черненькие и это нужно так идеально уметь делать вот ну я бы вот текст он например взяла для френча вот я бы текстоном сделала френч будет идеально серебряный френч ну да серебро фольги другое согласно это потренироваться надо раньше я так и делала у меня раньше я так и делала у меня был всегда французский маникюр черный который я отпечатала фольгу вот но там нужно делать ну как бы такой знаешь эффект состаренности ну как объяснять что это будет все равно где-то чернота она будет видно местами вы нас вдохновляете спасибо девочки спасибо огромное что вы мне так говорите я сама вдохновляюсь от эфиров я очень люблю говорить я люблю рисовать и я понимаю что но как я этим я заниматься буду всегда это моя жизнь это творчество говорение так я чуть-чуть до повторно добавила послойно что-то фактурненько все сушим две минуты и дальше прежде чем переходить к витражам вот прям лайфхак записывайте помните я с таким маникюром ходила я этот маникюр делала в начале весны я с этим маникюром ходила то что я вам сейчас показываю только на все ногти я ходила что я заметила мне было лень я взяла не перекрыть текст он начала работать с витражными красками и короче у них цвет может предоизменяться вот потом ношением поэтому текст он обязательно нужно будет перекрыть потом работать только с витражами прям запишите себе это девочки так я забыла единственная фен сегодня вот и поэтому придется вот так поступить смотрите на воздухе он тоже хорошо сохнет но быстрее с феном так как сейчас нет у меня фена я вот так делаю с лучшим в лампе в лампе высыхает не потому что в текстоне есть что полимеризовать а потому что в текстоне идет растворитель и он испаряться начинает быстрее от теплоты тоже тепло очень тепло в лампе вот поэтому идеальный конечно воздух горячий феном быстрее это все происходит текстон сушила долго блеск прекрасный покрыла ты классом сразу мутный хром чем же перекрыл чтобы сохранять блеск юля митцик смотри не получится вот ты поймаешь это хром вот разница между фольгой и если нужен вот такой металлический эффект это только фольга дает этот эффект текстон это эффект хрома просто чтобы этот хром был не мутный нужно топом перекрывать по одному ноготку не на все пальцы нанести что пока ты с мизинца до указательного дойдешь у тебя вот здесь уже текстон помутнеет а ты так быстрыми движениями раз-два и тут же в лампу раз-два и тут же в лампу можно так попробовать вот но эффект хрома все равно он становится такой менее явный вот менее явно так я розовый сейчас смотрите здесь розовый использовала мне не понравилось потому что дизайн такой голубой зеленые слайдеры красивые зелененькие и здесь вот этот розовый он лишний вот поэтому я предлагаю работать синим и фиолетовым синий чистом виде а фиолетовый это у нас идет вот этот розовый смешиваем и получаем фиолетовый можно знаешь как по-хитрому сделать юля митцик смотри можно например французский маникюр нарисовать текстоном да а потом пройти отпечатать еще дополнительно фольгу ну да будет видно что где-то хром где-то куски фольги мне кажется будет очень крутой маникюр а фольгу и отпечатать потом на топ-слайдер круто кстати как классный был бы сколько идей в моей голове если можно было это делать каждый день всем подряд так значит лайфхак помним вот сейчас сразу наносить витражи нельзя запомните я себе делала маникюр уже проверила мне было лень лишний слой текласа наносить я взяла сразу начала витражами фигачить нельзя так делать вот этим моментально в лампу вот моментально сколько секунд прошло две-три секунды я покрывала вот лучше покройте основную массу быстрыми движениями в лампу а потом если чего возьмете второй слой уже тщательно нанесете по кутикулы по кутикуле по боковым валиком так ну что смотрим да понятно хром такой вот уже не ну и не прям сильно ярко выражено все равно красиво смотрите как джемте клер дает какой эффект красиво так ну поехали вот такая дополнительная штучка у нас будет вообще можно было бы без слайдера вообще просто как абстракцию оставить тоже хорошо очень часто я люблю этот эффект делать просто без ничего на весь ноготь кто помнит мой маникюр делала буквально в начале весны да я говорила текстон можно заменить втирками пигментами сейчас их очень много в инстаграм весь заброшен этими дизайнами когда вместо текстона берут пигменты вот с таким эффектом но по факту это вот то что используется при производстве текстона вот это сейчас продают в чистом виде смотрите какой красивый аквариумный эффект хотя по факту аквариума как такового нету понимаете хотя по факту аквариума как такового нет нужно кстати что-нибудь вот добавить еще прям черненький давайте возьмем гель-лак гель-лак неон тоже кстати хорошо смотрится но он не дает знаете такой вот тотальной прозрачности вот поэтому если витражей нет можно конечно пробовать неоновыми гель-лаками короче у вас здесь контакте этот дизайн более законченный сейчас получится по композиции чуть-чуть по-другому здесь я сделала так более примитивно наляпала все подряд здесь я решила катя инстаграм значит ответа не дождалась можно светом из пластилина заранее заготовить потом ой удалили сообщение я не успела дочитать твое сообщение ты его удалила напиши еще раз сюда я тебе сейчас отвечу есть такой у нас более законченный вариант абстракции сейчас получится пыталась сделать объем жидким камнем вместо женьки под тексту но жидкий камень почему-то плохо держит форму а нет и жидким камнем гель можно тоже делать просто несколько слоев можно чтобы он было более фактурный вот еще в жидкий камень гель добавляете чуть импасту он превращается в 3d гель и это вообще офигенный материал для фактуры под текст он помните раньше курс был к текст он ин энд компитюр как раз там был вот этот текст он только появился я смешивал под него жидкий камень геля с белой импастой и это была фактура под текст он тоже классно получалось если там нужно обезжиривать вот там нужно обезжиривать обязательно потому что жидкий камень гель он же имеет дисперсию если вы не обезжирить эту дисперсию то эффект у текстона будет какашечный аккуратно примет урок по вензелями если заменить текст он на втирку слушая потому что примет просто это нужно сделать очень аккуратно но не всегда аккуратно получается сделать втирку из пигментов так ну что вот классно да получил сейчас мы сюда аккуратный такой вот добавим слайдер так сушим знаете чем можно шерми кончик сюда еще добавить ну как всегда вы видите не могу остановиться сейчас какие-нибудь словца добавим слабички сейчас все равно же тут теклас нанесен уже вот так все и теперь у нас топ слайдер потому что мне нужно наклеить наклеечки катя instagram завис ответа не дождалась можно ли слепить пластилином цветок на типсе через пакет и потом приклеить базы на ноготь клиента да конечно конечно так очень многие кстати поступают возможно цветки они будут более торчащие да он не будет так как-то облегать ноготь поняла вот но в принципе это хорошее дело где знаешь заготовки делать заранее когда тебе там время есть на заготавливала эти цветы заранее клиент пришел и ты их уже там крепишь при помощи удобно сажать сначала на клей и потом гелем где-то проходить все это подкреплять чтобы прям держалась крепко я помню раньше розы сейчас расскажу вам историю раньше были очень популярны объемные розы если сейчас объемные розы это такое больше вариант дизайна который мы делаем для инстаграма для контакта хорошо там для социальных сетей это какая-то красивая фоточка клиенты но редко когда попросят лепку в основном на свадьбу раньше мы же лепили раньше же господи выбора то дизайна особого не было я была мастер которая с утра до вечера лепила акриловую лепку его дизайн я помню розы был бум я выиграла конкурс свадебная тема была меня там куча роз было маленьких роз объемных я помню не клиенты стали просить и понятно сидеть при клиенте лепить нереально это это короче так долго поэтому я и готовила заранее эти все розочки лепесточки листики бутончики у меня все лежало по отдельности клиент приходит и я уже на нем композицию собирала конечно такие очень объемные композиции были я всегда предупреждала если мы делаем объемные розы значит мы не стираем кушать не готовим посуду не моем ну как бы извините эксклюзив ручная работа какие в жопу вообще стирал по стирушке и мытье полов дисперсию убирать перед текстоном не просто убирать нужно чтобы этой дисперсии не то что не было а чтобы глянцевая поверхность была потому что есть вероятность что например если вы берете дисперсию а поверхность какая-то мутно шершавая текстон тоже блестеть не будет так берем значит нашу красотищу в принципе это кустик можно пустить до птичку тоже на разных ногтях можно где-то птичку приклеить где-то кустик приклеить давайте кустик приклеим сейчас мы к нему тень можем добавить так значит смотрите 5d вымачивать в чистом ну как не в чистом кипятке так уже остыла видите вот вода остыла я сейчас пойду кипяток принесу сейчас подождите хорошо нужно сходить за кипятком она остыла уже короче я сходила прямо где-то градусов 95 в кулере налила и смотрите 5d тут же толщина идет вот этого материала объемного для поэтому прям подержим сейчас в кипяточке прям градусов 95 прям держим в горячей водичке потому что вот я сейчас в инстаграм вела накосячила все он видите он более мягкий более мягкие но я еще знаете что очень часто делаю я беру вот так вот штампиком еще приделываю сейчас я вам покажу короче 5d они капризульки сейчас вот есть же фонарики которые мы используем для типс есть у этих фонариков еще силикон вот для 5d вот эти силиконовые фонарики тоже офигенно идут смотрите что я делаю я вот так прохожу излишки вот так убираю потом беру вот так вот так и смотрите понятно чтобы этот 5d крылья не поднимал нужно такой вот у меня дома у меня костик правда погрыз этот силикон испортил меня такой хороший фонарик был все супер и ничего не торчит понятно а вообще лучше фонарик купить вас такой силиконовой насадкой будет вообще супер так смотрите что можно добавить сюда тень можно добавить что мне сегодня такой дурацкий этот тень можно добавить прям чуть-чуть видно вот эти вот все мелочи мы когда добавляем понимать вот мелочь а вот уже по-другому смотрится и вроде же я и ручную работу делаю да я тут не рисовала что-то супер сложное да но все равно работа же была проделана я очень люблю слайдеры всегда дорабатывать все сушим и теперь уже можно силикону не приклеится нет вообще ничего не приклеивается к силикону я ведь еще сегодня не дома у меня дома этот фонарик мне костя погрыз этот силикон там прям мне же себе покупала фонарик для типс этих готовых ногтей но он не силикон сгрыз просто в хламину нашел решил стоит очень классная штучка пару раз откусил от нее вот такой был хороший фонарик с силиконовой насадочкой все дизайн готов понятно что у таким образом не будут эти торчунчики торчать но в любом случае 5d нужно в кипятке замачивать о смотрите видите вот это по цвету круче вот здесь я немножко наляпала все подряд вот поэтому в контакте этот же вроде дизайн он чуть поинтереснее получился плюс видите слайдеры я прорисовала чуть-чуть теньки добавила вот уже мелочь но по-другому смотрится так и дальше давайте еще поработаем с витражами в виде фона тоже очень часто бывает вот но нет нужного цвета вы например улетели и взяли не весь ассортимент материала сейчас заберете кстати с собой материалы когда на месяц-два куда-то уезжаете скажите мне а то я тут рассказываю вы куда-нибудь полетели может таких и нет людей это я только тут летаю на два месяца на кипре потусить мне так понравилось теперь такой вид отдыха когда берешь куда-то улетаешь не на неделю в отпуск поехала на полтора месяца в отпуск и за одну работаешь там же так здесь мы с вами как такой вот альтернативу создадим сейчас фон под стемпинг это когда нужен какой-то цвет а у нас его например нету поэтому берем белый гель-лак понятно что белый гель-лак это самое первое что нужно брать с собой если вы куда-то едете семинары вести тоже весь же ассортимент гель-лаков не потащишь да я поэтому всегда с собой вожу витражи на всякий случай Катя пока вы тут как жаль что ваши щеточки маникюрные сняли с продажи не успела закупиться почему же не жесткие как в масс-маркете слушай Юля Мицек хороший вопрос ну я уже вам неоднократно говорила девочки мы сейчас такие вещи в ассортиментной линейке перестали держать которые низкомаржинальные мы их держали чисто для ассортимента они у нас не для зарабатывания шли но чтобы было потому что брендированное и сейчас вот такие вещи как типсы фартуки там всякие примочечки мы их все просто ну как сейчас пока временно убрали из ассортимента чтобы короче мы оптимизировали расходы в компании вы же понимаете сейчас все равно достаточно серьезный кризис вот и сейчас оптимизация расходов произошла плюс оптимизация всего ассортиментного всей ассортиментной линейки и понятно что вот такие вот не самые нужные вещи мы их поубирали ты же понимаешь что щеточки это не самое главное правильно вот такой вот подмалевочек делаем для фона кати чем смоделированы ваши ногти правая рука левая вот это да какая девочка наверное наверно левую правая правая это это у меня кера бейс правая кера бейс это типсы арочные типсы арочные потому что я не могу себе наращивать на нижних формах для меня это жесть прикиньте сколько мастером не работала мастером не работала с 15 лет и мне сейчас чтобы нарастить на нижних формах еще себе одной рукой это все до смерти короткий кера бейс кера бейс это я ходила в салон на кипре мне там правую руку делали я пришла со своими материалами хотя так интересно я до этого ходила тоже кера бейс мне делала девочка голубые ногти они у меня блин все по отслоились нахрен эта девочка сделала те же самые материалы все стоит а знаете почему та девочка мне делала квадрат сделала очень тонкие торцы что я их уфигачила это же гель-лак все-таки это же не бетон не классика не акригель она мне их так тонко смоделировала именно по торцу оставила эти острые углы все это нахрен отвалились вот ко второй пришла сказала делаем толстые ногти пожалуйста мне да типсы гелевые будут в продаже я вот сейчас прям хочу чтобы мы ассортимент чуть-чуть расширили добавили стилет ну сейчас что-то вот продуктологи пока не дают мне деньги ж нужны девчонке чтобы такое количество ассортимента держать вот а тоже типсы гелевые ну как не самая первая необходимость я с трудом уговорила выпустить эти две формы да одни готовые ногти вторые на одну треть так что давайте давайте стемпинг так вы поняли да перед стемпингом я нанесла теклос 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 вот здесь вот здесь классный вот такой паттерн я очень хочу чтобы гелевые ногти готовые выпустили балерину кстати балерину уже когда мы ее выпустим не знаю у нас очень хорошие типсы я тут пробовала мне девчонки приносили с алиэкспресс покупали на валдбересе там за 200 рублей я считаю все равно какаха блин лучше наши купить у нас такая хорошая добротная пластита пластмасса хорошего качества не знаю не знаю вот я считаю что они стоят их денег лучше такую купить чем за 200 рублей с валдбересом так поехали поехали стемпинг вот так вот можно литраж еще как фон применять все вот этот вариант готов я до этого в инстаграм конечно нафигачила еще слайдеров туда но я понимаю что это безвкусно получилось лишь очка я здесь добавила катя отличается ли ногтевой сервис на кипре от россии давайте я сейчас заканчиваю уже я вам расскажу сервис так а это у нас второй вариант здесь я кстати тоже слайдера использовала это новинка которые на той неделе появились на ими shop тоже 5d тоже обязательно в кипятке вымачивать это nail cruise 5d номер 40 так вымачивать в горячей воде вот вообще конечно в идеале объемные слайдеры видите они для матового топа тогда они как лепка получается как будто я лепила вот под глянцевым конечно такого вот эффекта нету вот поэтому я больше предпочитаю именно матовый но сегодня такие дизайны сегодня такие дизайны так ногтевой сервис ногтевой сервис смотрите конечно отличается самый лучший сервис там где салоны красоты где работают страны из н.г. и понятно что я ходила в те салоны где девчонки сидят с россии с белоруссией с украины вот прям а из казахстана вот прям салон и там ни одной турчанки не будет просто одни наши сидят русскоговорящие с разных стран СНГ у них конечно качество сразу отличается вот ходила в салон которая как медицинский центр там и гинекология я ходила на лазерную эпиляцию причем мы пошли с подружкой вдвоем и она попадает получается к русскоговорящей девочки а я попадаю к турчанке в чем я к ней уже второй раз попадаю и это капец короче это так странно они заставляют когда ты делаешь бикини лазерную эпиляцию знаешь ну ноги задрать чуть ли вот так себе не дала улба ты такая в раскорячку я пытаюсь объяснить зачем что я лягу на живот там булочки свои раздвину вы прекрасно все достанете вот и и там ну много такого знаете вот каких-то таких странных вещей до которых бы казалось очень легко додуматься что он сделает так и так и так это будет эстетичнее как-то ну что касается сервиса самого он у них отсутствует напрочь даже вот в этих салонах которые с девочками страны снг там салоны знаете такого эконом класса это когда администратор непонятно чем занимается все чудо болтают говорят ну знаете нет какого-то такого вот классного отношения клиенту ты пришел тебя облизывает просто там такого нету если ты еще попадешь на там где турко киприоты там вообще нету и уфатовая классные типсы гелевые я рада я считаю что мои самые лучшие все всех люблю всех целуем сейчас эфир прямо выложу обязательно посмотрите увидимся с вами в пятницу не помню что буду вам показывать будет как всегда что-то интересное а на следующей неделе обязательно будет акварель смотрите будет акварель скоро скоро юля донченко вернется добавим классику на в отпуске уже давно классики не было надо классику добавить от юли донченко общалась с девочками из турции они сказали что турки никогда не пойдут в салон где работают не турки поверьте мне на маникюр на наращивание на педикюр пойдут и например даже меня когда ходила там с ногтями например иду в торговый центр на кипре он там один этот мол меня все продавщицы выучили они меня все выучили на изучение достали где вы делаете ногти мы тоже хотим как туда попасть я им объясняла что я сама себе делаю здесь этого нету никто здесь не делает то что делаю я поэтому возможно какие-то другие услуги я согласна они не пойдут что касается маникюра там прям затем это как в европе есть такое понятие русский маникюр прям пишут russian маникюр понимаете есть такое понятие понимаете это равно идеальный чистый маникюр это какие-то дизайны необычные это моделирование это покрытие поэтому девоньки мастера маникюра и вот эта ниша во всем мире вот за последние особенно верно лет 7 8 у нас это прям вот как ну как за нами тянется шлейф качество смотрите поэтому если вы из страны снг вы говорите на русском это значит равно качество понимаете и неважно какой стране вы находитесь так вот 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 так